МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какую перестройку задумали в партии, узнал Дмитрий Аринин. Лучшие из лучших. Вообще мне предложили заниматься электрометажом, мне это понравилось, и я решил продолжить. С молодыми профессионалами познакомилась Лилия Кашпарова. Они спасут, помогут, защитят. Баба, ну выйди оттуда! Как сармановские полицейские стали героями нашего времени? Филюза Ахамедулина. Осторожно, тонкий лёд! Что нужно знать, выходя на тонкий лёд, и как поступить, если вы всё-таки провалились, узнал Ленар Генатуллин. Пять лет со дня страшной трагедии. Сегодня в Казани вспоминали жертв авиакатастрофы Боинга 737. Напомним, трагедия произошла 17 ноября 2013 года. Авиалайнер потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Казани. Погибли все находившиеся на борту, 50 человек, 44 пассажира и 6 членов экипажа. Сегодня родные и близкие погибших почтили их память минутой молчания и возложили цветы к мемориалам. Единороссы республики задумали перезагрузку. Сегодня на партийной конференции подвели итоги и наметили планы. Как рассказали, поражения на выборах однопартийцев из других регионов заставляют задуматься и пересмотреть работу. Что предлагают, как оценивают позиции партии в Татарстане и собирается ли Фарид Мухаммедшин баллотироваться в следующем году в госсовет. Обо всем по порядку Дмитрий Аринин. На свою конференцию единороссы республики собрались в Центре культуры и спорта Московский. Символично, что в этом обновленном здании речь тоже шла о партийной перестройке. К апремонту были созвучны партийные задачи. Укрепление фундамента, улучшение коммуникаций и внутренняя отделка. Советы единороссам дал и Рустам Миниханов. Президент призвал уделить особое внимание предстоящим выборам в госсовет. Для «Единой России» подготовка к этой кампании является ключевой задачей. Критики оппонентов единороссы должны противопоставить спокойствие, выдержку и последовательные меры по повышению уровня жизни граждан. Всерьез задуматься о грядущей избирательной кампании единороссы заставляют результаты голосования в ряде регионов, где однопартийцы проиграли губернаторские и парламентские выборы. Первый год, когда у нас возник протест большого количества, даже никем не организуемый, большого количества населения против власти. Проехав две недели там по всей Владимирской области, я понял, что Москва это еще ничего. Я столько наслушался и про себя, и про единую Россию. Теперь лучше учиться на чужих ошибках, говорили участники конференции. Знают, что практически мало встречались с населением, превратили избирательную кампанию в какие-то организации только праздников. Выходить на трибуну там и говорить, что мы самая сильная партия, большая партия, давайте за нас голосуйте, но это время уже ушло. Как заявили на встрече в Татарстане, Единой России по-прежнему пользуются большим доверием населения. Объективный анализ показан. Татарстан Единой России по-прежнему сохраняет политическое лидерство. Имеет запас прочности, обеспеченный солидным 17-летним стажем партийного строительства. Собирается ли спикер республиканского парламента продолжить всю многолетнюю работу, пока неизвестно. Как заявил Фарид Мухамедшин, он еще не решил, будет ли снова баллотироваться. Некогда подумать об этом, поскольку текущие задачи, перспективные проблемы, которые предстоит решать, настолько серьезные и ответственные, что не задумывался. Люди такого калибра начинают задумываться, когда их уже изберут. При этом единоросс уже задумали переформатировать праймерис. Так из чунов предложили проводить это голосование в электронном виде. Наша республика признанный IT-лидер в Российской Федерации. И думаю, нам и нашей партийной организации, нашей республике, значит, такая задача по плечу. Как в итоге перезагрузят работу Единой России, решат на Всероссийском съезде. Он пройдет в начале декабря. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Вопросы образования, экономики и пенсионной реформы. В Казани прошла отчетно-выборная конференция Татарстанского отделения КПРФ. Представители партии подвели итоги работы, а также обновили состав Комитета регионального отделения. Зарина Ахметова подробнее. Наши 25-я отчетно-выборная партийная конференция Татарстанского отделения КПРФ. Также в парадах ведения прошу проголосовать. Эта конференция стала для татарстанских коммунистов юбилейной, 25-й. Оттого масштабным был и перечень вопросов повестки дня. Кроме того, отчетный период с апреля 2017 по ноябрь 2018 года ознаменовался для партии двумя важными датами. Столетием Октябрьской революции и столетием Комсомола. За это время представителями регионального отделения была проделана большая работа. Созданы новые местные отделения. У нас комсомольская организация, пионерская организация. Мы провели юбилейный мероприятие в столетии Великого Октября, в столетии славного комсомола, помогли соседям Ульяновской области. По традиции конференция начала с выборов нового состава кандидатов, члена комитета татарстанского отделения. Далее приступили к обсуждению основных вопросов. Они касались пенсионной реформы, развития экономики и промышленности, устранения социального неравенства, а также воспитания молодежи и повышения качества образования. Мы считаем, что нам надо вернуться к своему классическому образованию, когда мы национальную компоненту учитываем, но учим прежде всего истории, физики, математики и любви к своей Родине. Сегодняшняя партийная конференция, конечно, является очень важной. Важной в том смысле, что она должна так или иначе способствовать укреплению партии, не только внутри партийных рядов, но и укреплению положения партии в Татарстане. В завершении конференции состоялось вручение партийных билетов. Так в ряды коммунистов вступили еще 11 человек. Зарина Ахметова, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Сроки капремонта жилья не должны переноситься на осенне-зимний период. Об этом сегодня заявил Рустам Мениханов на совещании в Доме правительства. В нескольких домах Казани и Чулнов еще не завершены фасадные кровельные работы. Аукционы по выбору подрядчиков и подготовку документации нужно проводить раньше, поставил задача президент. В незавершенных домах Рустам Мениханов потребовал усилить контроль качества работ. Сейчас программа капремонта выполнена на 84%. Основные показатели по животноводству выросли до 20%. Такие итоги года озвучил сегодня в Кабмине глава Минсельхоза. Заметно в Татарстане выросло производство яиц. Миллиард штук это на 20% больше в сравнении с 2017. Но есть и районы, где АПК развивается с трудом. Это районы, в которых поголовье скота резко сократилось. Среди них Муслюмовский, Пестричинский, Бугульминский, Лабужский и Чистопольский. Более 300 заявок по 9 номинациям. Сегодня в Казани наградили молодых аграриев. Инженеры, агрономы, зоотехники, ветеринары. Победителям конкурса, дипломы участника. И денежные сертификаты за призовые места по каждой номинации. Бонус за первое место, стажировка за рубежом. Я всех вас поздравляю. Вы наши лучшие. Вы хорошие примеры многим другим. Они спасут и помогут, и защитят. Это все про участковых. Ежегодно в России 17 ноября отмечается День уполномоченных полиции. Сармановских участковых можно назвать героями нашего времени. Почему, расскажет Филюзаха Медулина. Бабай, ну выйди оттуда! Этот несчастный случай со счастливым концом Ильша Тахтариев помнит в деталях до сих пор. В начале лета, во время служебной командировки в Казани, они с напарником Русланом Харисовым стали очевидцами страшного пожара. Ночью горел частный дом в авиостроительном районе. Им удалось вывезти жителей до прихода пожарных. Потом дедушка снова забежал в горящий дом, уже за документами. Я, как мне разумеется, забежал в дом за дедушкой, вытащил его с документами. И через некоторое время, получается, прибегает соседка и говорит, что в этом же доме, с другой стороны, имеется молодая семья. Так они спасли две семьи. Руслан Харисов из милицейской династии. В органы пришел по стопам отца. Их общий стаж теперь больше 60 лет. Это наша работа. Это же не означает, что сотрудник полиции работает только по одной направленности. Это без разницы, какая служба. Мы все равно будем спасать, помогать людям. Получить замужество, почетную грамоту, дорогого стоит. Но куда важнее спасенные жизни. Ильша Тахтариев в Джалиле работает лишь два года. В его участке 3000 человек. С каждым познакомился лично. Он всегда, когда обращаешься, внимательно слушает, старается помогать. Хороший человек. Любит свою работу. Вы на своих участках маленькие начальники отделов. Вы должны про все, про все знать. Кумир Ильша Тахтариева, советский мультгерой, милиционер дядя Степа. Каждый день прихожу на работу, смотрю на эту картину, которую подарили девочке. И про себя всегда думаю, что мечты сбываются. Вот у меня мечта забывать, стать полицейским. Филюзаха Медулина и Рикабибуллин, ТНВ, Сармановский район. В больницах и хосписах ждут волонтеров-медиков. Дежурят, помогают врачам и медсестрам, ухаживают за пациентами и поддерживают тяжелобольных. О том, почему волонтерство для медика – это путь в профессию Вероника Гайнадинова. А машинки любишь? Любишь, да? Алексей Федоров и Камиля Мухтарова – будущие педиатры. Учатся в Казанском медицинском университете. А все свободное время проводят в столичном хосписе, рядом с детьми. Играют с ними, читают сказки, кормят и гуляют на улице. Признаются, приходят сюда по зову сердца. Даже если ребенок не слышит и не видит, на самом деле он чувствует нашу энергетику. И мы дарим эту энергетику, ему обязательно станет лучше от нашей помощи. Я лучше потрачу это время с работой с детьми, чем на, не знаю, походы в кино, которые ничего не дадут тебе. А дети получат какие-то положительные эмоции, что-то такое приятное. Все равно, когда ты выходишь, остается у тебя на душе. Наши пациенты очень нуждаются в общении. Потому что в связи со своим заболеванием они, получается, что изолированы от общества, предоставлены сами себе. А вот с этими студентами, тем более они молодые, молодая кровь, так скажем, да, они разговаривают с ними на очень интересные темы. Общение с тяжелобольными, психология взаимоотношений, работа со спонсорами для волонтеров будущих медиков. На этом форуме целая программа обучения. Здесь 200 добровольцев со всего Поволжья. А само движение «Волонтеры-медики» объединяет более 20 тысяч студентов медицинских вузов по всей стране. Тяжелобольным, то есть мы им показываем различные спектакли, то есть и терапия проходит гораздо лучше. Видишь боль, а потом, оказывается, нужно помогать людям, чтобы они преодолевали эти трудности, шли вперед. Через волонтерство человек постигает азы нашего ремесла искусства медицинского. И вот таким образом он не просто становится практикующим врачом, но понимает саму природу нашей профессии, которая состоит в том, чтобы помогать людям. Помощь людям – главная цель и Казанского хосписа. Сегодня здесь 18 детей, и половина из них находится без родителей. В Казанском хосписе рады любой помощи. Сюда можно просто прийти, пообщаться с детьми и порадовать их, как это делают медики-волонтеры. Вероника Ганединова, Данил Филатов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Не словом, а делом. И прежде всего профессия, как результат медали. Сегодня завершился основной этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Более сотни участников получили медали и вошли в состав расширенной сборной. Впереди полуфинал. Компетентная молодежь Татарстана. Кто они? Узнала Лилия Кашфарова. В 3D, как свои пять пальцев, Глеб Крайнов тренировался каждый день. Моделировал по 9 часов. Усердие и труд, и вот он первый. Не зря готовился. Все это было далеко не зря. 10 тысяч часов, и ты профессионал. У ребят столько не было, сколько было провели в студиях, лабораториях и мастерских. Работал в мастерской, одна оставалась до вечера, до поздна в колледже. Первый этап 76 компетенций WorldSkills и 38 компетенций WorldSkills юниоры. Уже в 14 лет юные ветеринары и электрики нашли свое призвание. Предложили заниматься электронным этажом, мне это понравилось, и я решил продолжить. Среди компетенций сантехника, ювелирное дело, туризм и даже выпечка осетинских пирогов. Победа Расима Салимзянову маме научила готовить, теперь и он, профессиональный повар. Хорошо работать с сестом. Главные ставки в Татарстане на участников IT, педагогического, промышленного и строительного профиля. Растим своих конкурентов, но, с другой стороны, это нам позволяет самим оставаться в тонусе. Взяли напряжение на сцене, восторг. Интрига держалась до последнего. Ведь сегодня формируется расширенный состав сборной республики. Впереди Россия. В этом году чемпионат проходит по 83 компетенциям WorldSkills и 53 компетенциям WorldSkills юниоры. Более 2000 конкурсантов и экспертов. Приближаемся к топ-50 российским, а российские топ-50 приближаются к топ-50 мировым. Региональный этап завершится 7 декабря. Он определит участников полуфинала и финала национального чемпионата WorldSkills Russia. Лилия Кашфарова, Алмазе Динов, ТНВ, Казань. Из-под земли бьет вода ключом, а двор теперь больше напоминает озеро. И все это во дворе домов по Казанской улице Заслонова. По словам жителей, почти месяц их территорию заливает вода. Пока Заслонова тонет, местные жители подсчитывают убытки за коммунальные услуги. Как на запрос нашего телеканала отреагировал водоканал, расскажет Сергей Хайдаров. Так протекает жизнь на Заслонова, центр столицы. Вода здесь пробилась три недели назад через огромные лужи, да еще и по наледи. С трудом перемещаются не только казанцы, но и автомобили. И пока водоем увеличивается, жители местных домов подсчитывают убытки. Искран течет, каждую каплю считают. А тут вот уже месяц течет, и никто ничего не считает. Это грязная вода, чистая вода, я не знаю. Вот тут уже час скользко. Как мы будем ходить, вот морозы будут. По словам местных жителей, озеро в их дворе появилось уже достаточно давно. Прямо сейчас давайте попробуем выяснить, куда ведет этот ручей. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. Как видите, проблема могла быть еще хуже, но спасает канализационный сток. Об увиденном сообщили водоканал. Ответ о проблеме знаем, но работы осложнены рядом причин. Хотя уже к вечеру ситуация меняется. Ровно на том же месте, на улице Заслонова, наша съемочная группа оказалась спустя сутки. И каким было наше удивление, когда мы не увидели здесь воды, но место прорыва, которое еще вчера фонтанировало, присыпано песком. Что произошло здесь за ночь, рассказывают местные жители. После того, как мы уехали, на Заслонова прибыла аварийная бригада водоканала. Начались работы. У нас даже были комментарии в переписке в группе между жильцами дома. Все ожидали, что все это будет в течение ночи, но в 12 часов уже было все сделано. Проблемой стало меньше, говорят жильцы. И теперь их волнует другой вопрос, не заставят ли их платить за воду, которая утекла в никуда. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Лед крепнет, рыбаки смелеют. Но не на всех водоемах республики лед может выдержать человека. Сегодня спасатели тоже вышли на просторы Меши, а накануне с водоемов республики выгнали почти 700 человек. Кто сегодня на крючке ледостава, увидел Ленар Генатуллин. В полной боевой готовности. Но это не учение, так спасатели выходят в рейд. Цель – рыбаки на льду. Сначала беспилотник облетает водоем, находит массовое скопление любителей зимней рыбалки и вперед. Все, поплав средствам. Ташкирмень, река Меша во льду. К рыбакам на всех парах мчатся спасатели. Выдержит ли лед такое количество людей? Поэтому сначала проверка толщины льда. Должен быть не меньше 7 сантиметров. В противном случае штраф от 1500 рублей до 2500. Здравствуйте. Лед померим? 7 сантиметров проверили уже. 10. Да. Юрию Дмитриеву 65. Сегодня он открывает очередной сезон зимней рыбалки. Про безопасность помнит и знает, как правильно выбрать место для лова. 7 сантиметров. 7 сантиметров можно? Да. 7 сантиметров допускается. Да, да, да. Менее 7 сантиметров. Да, да, да. И якобы от берега, якобы, передавали, так сказать. 50 метров, да? Все правильно. Здесь в основном профессиональные рыбаки. Они знают, чем опасен тонкий лед. Александр Казанбаев не скрывает. В молодости были случаи, когда оказывался в холодной воде. Спасали друзья. Да, конечно же. 30 лет так долго уже. Давай ехать. Лед на Меши 10 сантиметров. Нарушителей нет. Но их обнаружили полицейские и сотрудники рыбнадзора на берегу. По закону парковка авто ближе 50 метров к водоему запрещена. Профилактический рейд для того, чтобы рассказать, во-первых, промониторить толщину, состояние льда, рассказать рыбакам о мере безопасности, еще раз предупредить о том, что необходимо делать на льду, в том числе в экстремальных ситуациях. Если все-таки вы попали под льду, то первым делом нужно позвать на помощь и попробовать выбраться самостоятельно. Прибывшие на место спасатели бросит вам конец Александрова. Его нужно одеть прямо на себя, затянуть возле грудной клетки и ожидать спасения. Ленар Генатуллин, Андерсен Тальцев, ТНВ, Лаишевский район. Татарстанцы готовятся к референдуму уже завтра. Жители 844 поселений из 43 районов республики будут решать, готовы ли они к самообложению. Участки для голосования откроются в 8 утра. Если большинство проголосует за, то республика к каждому собранному рублю добавит еще 4. Деньги направляются на решение местных проблем. Здесь болото было, машины все здесь оставляли. Домов 15, наверное, все около нас оставляли, ходили пешком. Новую дорогу построили, теперь нам нужен газ, говорят нижнесуксенцы. Добровольный сбор плюс помощь республиканской казны и желаемое превращается в реальность. Сейчас решают, на что в первую очередь направить деньги. В 2019-м здесь планируют собрать по 500 рублей с человека. В виде коммуникации дороги, водопровода направились, и поэтому электросети обновить надо. Поэтому это полезно для нас, для населения. Под ногами вместо деревянного моста вечные плиты. Это уже Мамадышский район. На этот переход через родник жители села Красногорск скинулись по 400 рублей. Плюс 1600 от республики. Село преобразилось. Для льготников освобождение или половина взноса. Сельчане сами решают. На 1 рубль добавляется еще по 4 рубля, потому что на средства населения только столько не могли бы работать. Вообще Мамадышский район один из активистов программы самообложения. За 5 лет здесь собрали 20 миллионов рублей. Итого получилось 100. Не отстают и заинцы. Обязательно благоустройство, ремонт колодьбища, ремонт родников. Обязательно мы предусматриваем ремонт уличного освещения при ремонте водопровода, при ремонте дорог. То есть у нас в сельском поселении остаются деньги на финансирование других видов работ. Это очень нам помогает. Кто-то снова, кто-то в первый раз. Завтра жители 844 поселений из 43 районов республики будут решать, готовы ли они к самообложению уже в 2019 году. Участки для голосования откроются в 8 утра. За частотой референдума будут следить более полутора тысяч наблюдателей. Слова Тухмадулин, Светлана Звонарева, Зарейна Ахметова, Сергей Хайдаров, ТНВ, Татарстан. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А все самые интересные в интернете за неделю увидим сейчас в традиционной субботней рубрике в сети. Всем привет! И вот еще одна суббота прошла, скажет пессимист. А оптимист скажет, мы еще на одну неделю стали ближе к Новому году, подготовка к которому, кстати говоря, уже началась. И елки уже начали ставить, и каток на трудовых резервах открыли. Только пока снега маловато. Точнее, вообще нет. Но мы ждем. А чтобы ожидание было приятным, отложим свои смартфоны в сторону на ближайшие пять минут. Это рубрика в сети. Начнем. Жизнь не игра, ты знай. Раз есть способности, сможешь подняться. Ты в этой реальности откроешь глаза. Фильм «Богемская рапсодия» о легендарной группе Queen набирает обороты. Вот и работники Оргсинтеза не остались в стороне и исполнили свою рапсодию к юбилею своего предприятия. И получилось, кстати, очень даже ничего. Мама, ты родила меня. Ну, вполне логично. Слушаем дальше. Так что, если у вас есть что сказать этому миру, самое время исполнить свою рапсодию. Самое веселое видео этой недели. Видео, которое быстро распространилось по всей сети. Также и счетную палату. Попросим, чтобы она тоже у себя включила в план своей работы соответствующие направления, в том числе критерии оценки налоговых... Заседание Госдумы. Депутаты веселятся. Причем, вот у меня сразу к вам вопрос. Как вы думаете, какой вопрос они там обсуждали вот в этот момент? Ну, давайте, ваши версии. Наказание за посты в интернете? Нет. Или пять лет за репост? Ну, нет, друзья. Они обсуждали госбюджет. Причем, самое забавное, что на видео виден человек, которому суют палец. А вот кто это делает, не видно. Но можно понять, у ребят сложная работа, устают. Вот надо же им как-то расслабиться. Так что не будем их осуждать. Все мы люди. Рубрика «Посмотри это видео и сделай наоборот». У нас в республике некоторые смельчаки уже решили открыть сезон катания на коньках. Причем, не на специальном катке, а на замерзшем водоеме. Это все, конечно, весело, но лучше катайтесь на специализированных катках. Так безопасней. А сейчас наша традиционная рубрика в сети с президентом. Неделя президента началась экстремально. Потом добавили щепотку детского веселья, открытие нашего детского телеканала «Шаян ТВ» и общение с детьми, его непосредственными авторами. А потом Рустам Мениханов показал, за кого он в проекте «Великие имена России» – Габдула Тукай и Николай Лимаев. А затем президент сделал обзор на новые китайские технологии, выставка которых прошла в Шенчине. Тут и умная ручка, и суперскладной планшет-телефон. Короче, крутизна. Рамзан Кадыров подарил автомобиль пятилетнему мальчику из Чечни, который за два с половиной часа отжался больше четырех тысяч ста пяти раз. После этого в комментариях люди начали осознавать, что всю жизнь занимались не тем, чем нужно. Мальчик установил новый мировой рекорд, однако у представителей Книги рекордов России возникли незначительные вопросы. Поэтому они достижения ребенка не засчитали. На днях ему предстоит снова повторить все. Только уже в присутствии представителей организации. Пожелаем парню удачи. И по традиции совместно с поисковой системой Яндекс мы составили топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе. На первом месте легендарный Стэн Ли, создатель комиксов, который подарил нам героев вселенной Марвел. Ушел из жизни. Весь мир скорбит. Вторую строчку занимает матч Рубин-Локомотив, который закончился ничьей 0-0. И замыкает тройку географический диктант. И напоследок вам вот такой вот веселый мужичок. Всем хороших выходных. Будьте в сети. Пока. А ты, айда, танцуй. Просим обратить внимание телезрителей 19 ноября на телецентрах нескольких населенных пунктов республики с 8 утра и до 16 часов вечера. Профилактические работы это Казань, Челны, Нижнекамск, Лениногорск, Шимардан и Большие Полянки. Все технические средства будут отключены. Однако вещание ТНВ останется в прежнем режиме. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Всего вам доброго. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...